Камила Валиева, юная российская фигуристка-одиночница, бьющая рекорды один за другим. Путь Камилы к успеху был непростым. Фигуристка даже всерьез задумывалась об уходе из спорта, но перейдя под крыло знаменитые Терри Тутберидзе, девочка стала показывать выдающиеся результаты, поражая поклонников фигурного катания своей грациозностью и профессионализмом. В 2021 году поставила три мировых рекорда на этапе Гран-при в Сочи, после чего ей было присвоено звание мастера спорта России. В сезоне 2021-2022 года стала чемпионкой России. Детство. Камила родилась весной 2006 года в татарской семье Валерия и Алсу Валиевых из Казани. Мама малышки посвятила себя ее всестороннему развитию. С трех лет девочку водили на гимнастику, хореографические занятия, а в три с половиной года Камилу привели в секцию фигурного катания. Ради спортивного будущего дочери родители практически отказались от собственных амбиций. Первый тренер Ксения Иванова позже с теплотой отозвалась о бывшей ученице. Когда она была маленькой, уже было видно, что ребенок перспективный. Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у нее и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие. И девочка сама очень целеустремленная, ответственная, сознательная. Там было все. До 2012 года Камила старательно занималась во всех студиях, но однажды мама ей сказала, что необходимо определяться с выбором. А так как девочка восхищалась выступлениями фигуристок Аделины Сотниковой и своей землячки Алины Загитовой, то заявила, что хочет серьезно заниматься фигурным катанием. Семья переехала в Москву, и мама отвела Камилу в спортивную школу Олимпийского резерва «Москвич», где девочка полтора года занималась у тренера Марины Кудрявцевой. Затем Валиева перешла к Игорю Лютикову, а с 2015 года каталась под руководством Натальи Дубинской. В 2017 году Камила получила травму ноги, после чего стала бояться выполнять сложные прыжки и даже думала, что ее карьера закончится, так и не начавшись. Дочку поддержали родители. Узнав, что в Центре спорта и образования «Самбо-70» на ледовом катке «Хрустальный» тренер Этери Тутберидзе организовала просмотр спортсменок, посоветовали ей попробовать. Камила послушала родителей и понравилась тренеру. В одном из интервью Валиева рассказала, «Однажды Этери Георгиевна призналась, что любит фигуристов, которые близки к отчаянию. Не могу сказать, что три года назад я совсем разочаровалась в спорте, но мне хотелось бросить себе вызов. И просмотр в «Хрустальном» был тем самым вызовом. Стою я чего-то, или мне пора попробовать себя в другом направлении?» Оказалось, что стою. Я была рада, что Этери Георгиевна поверила в меня и взяла к себе. Спортивная карьера. Летом 2018 года у Камилы Валиевой началась новая страница в жизни. Когда она впервые пришла в младшую группу, то была поражена тем, как много работают ее сверстницы. Она сама сделала один-два элемента, потом каталась по кругу, тогда как остальные девочки выполняли больше и гораздо активнее докатывали круги. Камиле поначалу было трудно влиться в темп, но это лишь подстегнуло ее к работе над собой, и очень скоро она освоилась и уже эталонно выполняла четверной тулуп. В первом же сезоне для фигуристки поставили короткую программу «Девочка на шаре», которую увидела внучка великого художника Пабло Пикассо, по мотивам картины которого и создали номер, и была поражена. Диана Пикассо пригласила талантливую девочку посетить Парижский музей имени ее дедушки, а тут Беридзе, отмечает oznaifs.ru, назвала эту программу своей любимой. Номер оставили на сезон 2019-2020 годов, но произвольную программу усложнили. Ее постановкой под музыку британской рок-группы «Мьюз» занялся хореограф Даниил Глихенгаус. В итоге Валиева одержала победу на этапе юниорского гран-при во Франции, а затем и в России. Но затем в Турине она получила серьезную травму ноги, и ее участие в финале было под большим вопросом. Камила проявила поистине бойцовский характер. Уже через два месяца после травмы она все же выступила на турнире и победила, обойдя в финале американку Алису Лью. На юниорский чемпионат мира российская фигуристка прибыла во всеоружии и, не оставив Лью ни единого шанса, заняла золотой пьедестал. В сезон 2020-2021 годов принес Валиевой серебряную медаль на чемпионате России. Она уступила лишь Анне Щербаковой, а бронзовый пьедестал тогда заняла Александра Трусова. В феврале фигуристка стала участницей Кубка Первого канала и отдельного прыжкового турнира, в котором соревновались девушки и юноши-одиночники. Капитанами команд были Алина Загитова и Евгения Медведева. Через пару месяцев Камила участвовала в шоу своей наставницы «Чемпионы на льду». Начало сезона 2021-2022 годов стало успешным для фигуристки. Она стала чемпионкой России, а кроме того, победила на этапах Гран-при в Канаде и России, а также на международном турнире в Финляндии. Финал Гран-при в японской Осаке был отменен из-за коронавируса. Личная жизнь Камилы Валиевой У юной фигуристки пока что не остается свободного времени на личную жизнь из-за плотных графиков выступлений и тренировок. Дома спортсменку всегда ждут родители и любимый питомец, шпиц по кличке Лева, у которого даже имеется собственная страница в Инстаграм. Девушка признается, что она любит рисование, которое ее вдохновляет, а еще ей нравится танцевать, но это редко удается. Подписчики-фигуристки, беседовавшие с ней журналисты, отмечают, что Камила очень милая собеседница, искренняя и совершенно лишенная звездной болезни. Олимпиада в Пекине и допинг-скандал. 2022 год фигуристка встретила в кругу семьи и в предвкушении Олимпийских игр в Пекине. В январе того же года Камила вместе с подругами по сборной России Александрой Трусовой и Анной Щербаковой отправилась на чемпионат Европы в Таллинн. По итогам чемпионата весь пьедестал заняли подопечные Тутберидзе. Золотую ступень по праву заняла Камила Валиева, набравшая 259,06 балла. Жюри были впечатлены ее выступлением, особенно номером под музыку из фильма «Аватар». Не помешало даже досадное падение в произвольной программе, в ходе которой Валиева выполнила сложнейший элемент – четверной сальхов. Следующим пунктом назначения юной чемпионки стала зимняя Олимпиада в Пекине. 6 февраля российские фигуристки вырвались вперед в командном зачете, и для победы необходимо было одно, чтобы Камила, выступавшая последней, откатала свою произвольную программу до конца. После победы Валиевой сборная России опередила сборную США на 9 очков. Сборная получила золотые медали в командном зачете. Но награждение фигуристов откладывалось из-за сомнений в допинговой пробе одного из спортсменов, а позже стало известно, что этот спортсмен – 15-летняя Камила. В одной из проб, сданных еще в декабре, в микродозе нашли вещество, напоминающее триметазидин. Как многократно подчеркивали спортивные издания, оно не влияет на спортивные результаты, а служит для лечения сердечных болезней. На следующий день Валиева вышла на тренировку, и зрители вздохнули с облегчением, значит, не отстранили. Утром 11 февраля Международное агентство тестирования выступило с заявлением о положительной допинг-пробе Камилы. Международный союз конькобежцев решил обжаловать решение о снятии временного отстранения с Валиевой. Поклонники фигурного катания ополчились на тренера девушки. Этери Тутберидзе упорно продолжала хранить молчание и не сопровождала подопечную, пока Камиле приходилось прятаться в капюшоне от настойчивой прессы. Нападали на Камилу и соотечественники. Так Ирина Роднина, бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы, назвала Камилу нарушителем всех законов России. Мама Камилы настаивала, что девочка получила препарат, выпив воды из стакана, которым ранее пользовался ее дедушка, принимающий триметазидин. К тому же, на тот момент спортсменка еще не достигла 16-летия, а значит, в соответствии с кодексом World Anti-Doping Agency, с нее нельзя было требовать ответственности наравне со взрослыми спортсменами. 14 февраля спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до дальнейших соревнований. В МОК были недовольны оправдательным вердиктом. Было решено отменить любые церемонии с участием Камилы, а значит, и награждение сборной золотыми медалями. И хотя Камилу допустили до выступления, такой прессинг не мог не сказаться на ее состоянии. 17 февраля, во время произвольной программы, она допустила несколько досадных ошибок. Сорвала каскад с четверным тулупом, упала с четверного тулупа и набрала 224,09 балла. До бронзовой медали, которая досталась японке Каори Сакамото, ей не хватило 9 баллов. После выступления в сеть попало видео, на котором Камила плачет, а тренер ее успокаивает, а Саша Трусова, побившая мировой рекорд во время выступления, но завоевавшая лишь серебряную медаль, клянется, что больше не вернется в спорт. Интересные факты. Некоторое время с Камилой Валиевой занималась хореограф-постановщик Мария Косумова. Они познакомились в 2014 году, когда девочка попала в группу Игоря Лютикова. Рабочий день Косумовой начинался в 8 часов утра, но Камила уговорила ее заниматься с ней больше, и Мария не сумела отказать этой милой девочке. Она стала приходить на лед к 6,45, чтобы отрабатывать с фигуристкой вращения и прыжки. Хореограф называла Валиеву боевой лошадкой, не прощающей себе ошибок. На самоизоляции из-за пандемии коронавируса Камила увлеклась картинами из стразов и сделала красивую работу, на которой изображен шпиц, очень напоминающий ее любимого питомца. Фигуристка признается, что любит путешествовать и очень хочет побывать в Таиланде и Японии. Нравится ей Швейцария, где она маленькой побывала на сборах, теперь девушка хотела бы попасть туда снова. В семье Валиевых очень любит татарскую кухню, но Камиле приходится соблюдать режим питания. Лишь изредка, например, на свой день рождения она просит бабушку приготовить ей любимый треугольничек и чпачмак. Важные события в жизни. 2009 год. Начала заниматься фигурным катанием в Казани. 2012 год. Переехала в Москву. Занималась в Шор Москвич. 2014 год. Перешла к тренеру Игорю Лютикову. 2015 год. Перешла к тренеру Наталье Дубинской. 2017 год. Завоевала золотую медаль на юниорском первенстве России. 2018 год. Завоевала золотую медаль на юниорском открытом первенстве Москвы. 2019 год. Стала победительницей финала Гран-при. 2020 год. Завоевала золотые медали на юниорском первенстве России и юниорском чемпионате мира. Стала серебряным призером чемпионата России. 2021 год. Завоевала золотые медали на этапах Челленджера в Финляндии, Канаде, России. стала чемпионкой России, одержала победу на чемпионате Европы, принесла золотую медаль в командном зачете сборной России.